но он гигантский у меня болит рука у меня болит рука прямо сейчас она весит 6 килограмм этот перстень весит 6 килограмм это во первых можно ли надевать конечно во вторых это на руку это же как минимум на три пальца оу всем привет это куджи подкаст подписывайтесь на наш канал или не подписывайтесь на наш канал управлять своей жизнью сам все время помните труфель от рук труфель до труфель мы за труфель труфель это у меня аж олдскулы свело вот это я называю подавателем гулы в общем трюфель трюфель раньше это что-то типа он всегда всплывал в контексте с очень богатой жизнью а сейчас картошка фри в трюфельном масле во-первых один единственный трюфель вот этот который там во франции он дорогой трюфель есть и в москве дальше гриб может расти и под землей у нее с этим нет никаких проблем вот и можно прямо в москве собирали одно время белые трюфеля их продавали это пользовалось спросом главное мы зрачить будем мы же ну слышь труфельные чуваки ничего себе и что и что короче привкус земли вот у всего к чему добавляют черный трюфель который дорогой у него привкус становится земли офигенно мне вообще не нравится ну то есть идеале вот надо укроп совместить с трюфель мне кинза нравится тебе как нет тоже проси что за земельный привкус зачем землю жрать непонятно ты чё меня ты спрашиваешь я не очень люблю земельный привкус вот это вот вот этот земельный привкус торфяной привкус оливки еще оливки да когда ты понимаешь что ты уже все средний класс до начинаешь оливки жрать на тоже мимо то просто смотри петрушку уже тогда ну просто на это есть биологическое обоснование когда ты маленький у тебя очень хорошо работают рецепторы сладкого потому что маленькие дети должны быстро набирать вес они в среднем тратят энергии в два раза больше чем взрослые а углеводы это очень быстро очень быстро все проходим дети очень любят сладкое сильно взрыв ты когда взрослешь ты меньше любишь сладкого когда ты знаешь не согласен с вообще это но чуваки экспрессия генов другая то есть ты конечно прессия генов ними не очень экспрессивно испанцы люди да сладкий испанцы но когда ты вырастаешь у тебя активнее работают рецепторы горького потому что человек у него очень много разных рецепторов горького связано скорее все с тем что большинство ядов горькие поэтому научились чувствовать самые разные оттенки горького и поэтому большинство взрослые пиздатой еды она нацелена на горик на горечь то есть это должен быть там потому что у тебя очень много рецепторов поэтому очень разнообразный вкус вот сладких поменьше соленых и человеку какой у нас есть вкус я забыл они вообще совсем простые там уже забыли о чем говорили да это так ребят всем привет как дела все хорошо все хорошо у всех на связи куджи кислый еще есть кислый вкус спасибо если еще есть кислый вкус на случай если кто-то забыл какие вкусы есть еще кислый горький сладкий еще все соленый соленый все четыре вкуса и так ребят у нас сегодня в гостях он был у нас прошлом году в нашем ниндзя подкасте я надеюсь вы его все послушали если вы не послушайте отыщите его он есть на всех аудиоплощадках у нас гостях михаил сергачёв отличный парень и защитник по совместительству по совместительству защитник тампе бэй который в этом году второй раз выиграла нхл кубок стенды у нас гостях михаил сергачёв еще раз привет миша всем здравствуйте вся тимур давай вопрос ты его будешь приглашать только когда он будет выигрывать и бронетами нет почему все миша приятный парень профессионал своего дела мы любим в подкаст вать профессионала своего дела да и приятных людей если никто не против спросить хотел дак второй раз чемпионство а эмоции сильнее слаб же или есть отличие вот после первого чемпионство эмоции и после второго ну первый мы выиграли без фанатов это не громко не нормально 1 1 без фанатов выиграли а второй с фанатами но второй меньше эмоции конечно и плюс усталость очень сильная была того что мы за 9 месяцев два кубка выиграли вот эмоции были меньше но за счет того что были фанаты у нас полностью идем был эмоции конечно прям они приподняли вот а так конечно первые намного был ярче кубок что это первый вот второй такой чуть пониже но было по прикольным то есть вы выиграли и со зрителями и без зрителей да нам после первого кубка говорили что это фейковый кубок вы выиграли обе зрителей да серьезно да а вот вторым и вот так вот бэм в рот дали да он не хотел я не хотел того смотри вот что интересно значит и профессиональный спортсмен у которого каждый сезон есть задача выиграть до вашей команды каждый сезон одна и та же задача выиграть я думаю нет команда в нхл которых нет задачи вы все у всех как ты находишь мотивацию вот смотри вы выиграли кубок и вот возвращаясь к тренировкам и что что как как вы мотивируетесь но я же помимо кубков и личные какие-то цели плане там очков какие-то личные награды я допустим у меня осталось два года контракта я понимаю что через два года нужно переподписывать тем самым как бы нужно играть хорошо вот мне бы хотелось выиграть лучшего защитника в нхл то есть такую награду поэтому меня мотивации выше крыш ну вот у тебя бывает ощущение были опять все заново у каждый год каждый год ну типа вот и наследовать вы выиграли кубок с нами второй раз ты просыпаешься на следующее утро а что ты чувствуешь но помимо головной боли не мы его тарелина и тарелина на эйфории держится где-то неделю неделю на что нет я просто тут тимур по головной боли был слишком мощно вот игры я под впечатлением ну типа отмечали да я ну ты понял да я понял вы поняли а нет такого вот смотри два два года подряд ты выигрываешь кубок нет такого типа ну все в этой команде все прошел надо я думаю нельзя такое говорить о контракте там нет такого типа я пошел другую команду там буду пытаться выигрывать но я дать я не знаю то есть нет такого да не она мне наоборот остаться в этой команде чтобы еще выигрывать потому что нет такого что ты лигу прошел на новую лигу искать да 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 я понимаю лигу прошел а получается так было финальный экран типа такой типа этот идут титры и раз игра заново началась до и второй раз прошел такой думаете уже не интересно да да как вот 80-х айлендерс выиграли 4 подряд мне вот интересно было они откуда вообще и мотивацию брали это забавно я просто хотел спросить вот в продолжение вопроса тимура что это же очень важное свойство что с одной стороны успехом надо радоваться уметь потому что если не радуешься своим успехом то твоя жизнь блекла и скучная потому что ты расстраиваешься за черну из-за проигрышей но не радуешься успех вот я такой человек да позвонимся вот на вот для чего нормально жестко андрей я жду от тебя что я записал я просто записал я же злопамику жду от тебя исследования по поводу по поводу людей которые живут руки выводы да ты такой у себя я закончил да или да да нет нет по поводу людей которые очень хорошие но почему-то притворяются андрей андрей так так это и не умеют радоваться есть люди которые наоборот у тебя случаются успеха ты в него погружаешься и ты тем самым типа но теряешь мотивацию поможешь жить на успехах прошлого знаешь человеку 50 лет он расскажем в третьем классе олимпиаду играл по математике городскую ведь вот типа для него по-прежнему типа прям яркое переживание вот и это вот забавно как происходит у тебя потому что ну вот вы выиграли первый это же типа самый главный трофей начался второй как вот там типа долго ты радовался в какой момент ты понял что типа все мы типа вы у нас у нас перерыв во первых был долгий наверное месяца три они могли решить когда будет сезон будет фанаты или нет и но мы нормально так отдыхали то есть у нас было время и потусить в москве потусить и все ребята приезжали поэтому мы уже так порадовались и потом уже устали радоваться что там уже начали тренироваться поэтому ну не знаю ну но три месяца это нормальный срок то есть в принципе вот да типа радость после кубка стэнли живет три месяца меня вполне устраивает так забавно что вообще такое понятие как победа она лучше всего существует только в настоящем да конечно ну потому что в песне песню я ты чемпион с ним и выводы чемпионы на вывел мы были чемпионами а ну-ка пропойка зиму ровно также как гуин пели вот как он подумай вот так он распел вау слушая а вот смотри ты наверняка смотрел с dance про джордан нет у вас да да простите мнение я тут скалать dance это другой это было же было быстро это альбом давида боу и я был в шоке от того да не то чтобы в шоке но меня вот знаешь вдохновляло как как тренер с ними общался на каких-то философских вообще щах я в шоке был я ну я не знал вообще что смогут ну тренер у меня тренер без своим сравнивать это далекие друг от друга люди он тебе просто давай давай мой вопрос так после первого чемпионства если люди в команде тот же тренер либо игроки либо еще кто-то кто примерным образом вдохновлял как-то именно мотивировал я не знаю ну именно словами у нас ребят давайте еще раз мнением была мотивация у нас вообще общекомандная это два подряд кубка делали до нас только в эру капхит это как сказать по-русски то потолка зарплат меру потолка зарплат выигрывал только питтсбург два раза а стал от зарплаты когда ограничили до без у нас она расскажешь только потолок за вот он вообще как рассчитывается от того сколько лига зарабатывает каждая команда вот делится на количество какое-то и получается на одну команду там вот у нас 82 миллиона то есть долларов это максимум что команда может получать это каждой команде отдельно надо такой мнение это это лига сколько лига зарабатывает они делят 50 на 50 то есть 50 зарабатывают владельцы 50 зарабатывают игроки процент получается вся лига зарабатывает 2 и 4 миллиарда 1 2 миллиарда зарабатывают игроки 1 2 зарабатывать владельцы и вот они рассчитывают от этого капхит, то есть делят каким-то образом. То есть это бюджет на зарплаты? Да. Подожди, а это вот типа как в NFL все владельцы собираются, обсуждают, у них есть какие-то разногласия между собой? Всегда есть, конечно. Всегда есть, да? Конечно. Обычно владельцы, они такие, ну понятно, все хотят больше заработать, и они там могут одеяло перетянуть. У нас есть, слава богу, есть профсоюз, который за наши права борется. И вот у нас сейчас 50 на 50. Но из-за пандемии там у нас поднялся такой налог, который мы платим в Лигу обратно. Это налог такой уравнитель. Раньше он был 13%, то есть мы обратно отдавали, допустим, в Лигу 13%. В чем суть налога? Ну то есть на что? Это, во-первых, наша, как ее называют, пенсия. Это на работу профсоюза и на уравнение. То есть некоторые команды не зарабатывают столько-столько, сколько зарабатываем мы, и им, получается, лига выделяет какие-то деньги, если, допустим, не хватает денег. Ну я, насколько я это понимаю. Вот. И вот у нас есть, получается, потолок 82 миллиона. И выше нельзя уходить. У Питтсбурга примерно такой же потолок? Да, да. Ну вот был, когда они выиграли два подряд, у них тоже был потолок зарплаты, да. Ну это типа сильный... Типа два подряд года, вот ты когда один год выигрываешь, у тебя все чемпионы. То есть третье, четвертое, зено, первое, второе. И им нужно переподписывать новые контракты. Соответственно, они могут попросить больше некоторые игроки. И у команды, может быть, не быть денег, и у них все хорошие игроки уходят, и команда начинает перестройку, так сказать. И вот в эру капхита этого потолка это очень тяжело сделать, два кубка подряд выиграть. Поэтому это была такая мотивация для нас, и тренер об этом говорил чуть ли вот с начала плей-оффа он начал об этом говорить, что представьте мужики, типа два подряд. История. Третий раз никто не выиграл. Вообще. Ну вот кроме Айлендерс в 80-х годах, когда там не было вообще потолка зарплат, там люди наплатили, сколько они хотели, сколько было денег. И, соответственно, все в одну команду просто. Если чемпионы, они подпитывались постоянно деньгами. У них очень сильная команда была Айлендерс. За счет них, у них сейчас очень много болельщиков на Лонг-Айленде. Плюс еще же, вот механизм появился, потому что иногда владельцы команд, они работали себе в убыток. То есть у тебя есть деньги от твоего бизнеса, например? Да, да. И ты такой, типа, я вот засажу сейчас денег в клуб, да? Все останутся, типа, у меня будут лучшие игроки, я буду выигрывать. И это больно бьет по остальным командам, потому что они теряют хороших игроков. А этот механизм, он, среди прочего, позволяет… Уравнивать шансы. Да, одной команде слишком часто не выигрывать. Потому что, конечно, это круто выиграть два раза подряд, но четыре раза подряд люди уже такие, ну, типа… Итак, у нас рубрика «Редкий сервис от профи». Мы рассказываем про разные интересные профессии, сколько люди получают. Если я не ошибаюсь, перечислим то, что было. Значит, у нас был как-то ныряльщик за… Мечами для гольфа. Возвращатель самолетов. Возвращатель самолетов. Доильщик, змей. Змей и пауков. Там было два вида доения. И обниматель. Обниматель пант. Обниматель пант. Да. Сегодня у нас дегустатор кормов для домашних животных. То есть на полном серьезе есть люди, которые пробуют корм для собак, корм для кошек, корм для попугайчиков, корм для хомячков. Во-первых, это профессия, которая требует хорошего образования, не плохого. То есть у тебя должна быть в дипломе написано, что ты разбираешься в кормах. То есть половину времени ты на самом деле не пробуешь. Половину времени ты изучаешь состав. Но в конце, да, ты пробуешь. Ты прям реально закидываешь. Ну, блин. Ты когда-нибудь видел, как тестируют, ну, как люди дегустируют что-то? Это не просто ты такой, знаешь, типа открыл пакет такой рукой, и пожрал. Нет. Ты кусочек. Так себе и представляю. Да, кусочек взял. Хорошо, что ты не работаешь. Да. Взял кусочек в рот, подержал, выплюнул. И тоже серьезная профессия. Ты не можешь курить, потому что это сбивает ощущение аромата. А вкус – это 80% аромат. Ты не можешь употреблять острую пищу. Ты не можешь пить алкоголь, потому что это все сбивает. Вот должен себя беречь. Интересно, а есть острая еда для домашних животных? Ну, допустим, если собака любит поострее. Не знаю, любит ли твоя собака поострее. Вот это такого нет. Но смысл, что ты действительно оцениваешь вкус, текстуру. И получается за это 54 тысячи в год где-то долларов. Вот такая вот хорошая профессия. В целом нормально получаешь. Ну, на крайняк. На крайняк. Я знаю, кем можно работать. Доильщиком змей. Или дегустатором домашних кормов. Это была рубрика «Редкий сервис от профи». Дегустатора кормов для домашних животных на профи вы не найдете. Но найдете репетиторов. И если у вашего ребенка будет репетитор, возможно, он не станет дегустатором кормов для домашних животных. Ну, а станет кем-то нормальным. Вот так. Или ныряльщиком за мячиками от гольфа. Или ныряльщиком за мячиками для гольфа. Для гольфа. Вот видите. Мне нужен был репетитор по-русскому. Ну вот смотри. Когда у вас закончился сезон, получается, какой? Сейчас, если что, на часах 29 сентября. Вечер. Августа. А, ой, 29 августа. Вечер. Без. Десяти восемь. Когда начинается сезон? Сбор 22 сентября. Сезон начинается, по-моему, 6 октября. Ты говорил, что ты уже потихоньку входишь. Ну, я уже вошел. Я уже пять недель занимаюсь, да. Сколько раз на день ты занимаешься? Два. Лед-зал. Лед-зал. Из чего состоят твои тренировки в зале? Ну, тренер составляет понедельник руки, вторник прыжки, среда бассейн. Это как бы обычная качка? Ну, необычная, допустим, как-то вначале мы делаем веса, потом мы делаем силу. Силу – это, типа, знаешь, когда ты, допустим, жим лежа делаешь, ты делаешь его с маленьким весом, но в амплитуде, то есть 30 секунд. Вот так вот делаешь, не выгибаешь руки, то есть и до конца не делаешь, там 30 секунд отдыхаешь, еще раз. Постоянно напряжен. Да. Это на что? На силу? Сила. И вот мы много таких упражнений делаем, и на самом деле это намного лучше, чем просто… Просто качаться. …чем 200 килограмм вешать на себя, знаешь, и там ты не можешь присесть. А здесь у тебя просто развивается сила, такая чистая сила. Примерно сколько ты тренируешься? Ну, по времени ты заходишь в зале? Ну, если нормальный… А, в смысле по времени? Да, по времени часа два. Нет, сейчас выходит где-то час пятнадцать. Час пятнадцать? Да, мы успеваем там, у нас успевают. Ты один с тренером? Ну, у нас там сейчас двое. Двое, да? А что ты делаешь? Жим там? Да все. Какие-то специальные… Есть упражнения, когда ты занимаешься в зале, на тебя смотрят такие, это что за упражнения? Какие-то такие специфические. Берем, берем клюшку, привязываем ее на резинку к там столбу и типа делаешь имитацию броска. А, ну так и боксеры, и борцы так же делают. Привязывают клюшки? Нет, резинка. Миш, ты не знал. А мы, это мы же вам подсказали. Вообще, резинки, они… Где-то видел… Ну, вот смотри, боксер… А, резинку просто, да, да. И просто то же самое. Резинки вообще, сравните, недавно появились, да, как бы в этой всей теме? Или уже давно? Я что-то… Ну, в Штатах, наверное, давно, я думаю. Просто здесь это… То есть, я вообще тоже офигел, что с резиной можно так вообще охереть. Ты много занимаешься с резиной? Ну, да, да. Мы делаем, как мы можем, ноги привязать к стене и делать пресс. Допустим, ты там за себя заворачиваешь ноги, и у тебя получается, чем дальше заворачиваешься, труднее. И также внутри амплитуды, это вообще пипец просто. Просто выглядит, как будто ты как крабик катаешься, а у тебя просто все умирает. Да, еще же это выглядит, ну, не сурово. Вообще не сурово. Да, конечно, страшно. И лицо такое еще. Да, ты как будто еще челка, блядь, блядь. Я первый раз на резины смотрел. Блядь, ты что, с калом? Потом эти раз попробовал, чуть не умер вообще. Да, а вот утром ты стоишь-то растягиваешься, у тебя есть какие-то ролики, вот такое. Вот этот вот. Прям с самого утра? Да. Ну, я сейчас в самом утро встаю и встаю в планке. Сколько? Ну, по 2 минуты. 6 часов. 6 часов. До тренировки. Я в 6 встаю и в 12 встаю. До тренировки. Просто встал в планку до тренировки. В машине я вот так встаю, большой скейт и еду на тренировки. Не, в машине, когда еду, вот тоже на руле. Сколько примерно занимает твоя утренняя зарядка? Я почему это спрашиваю? Потому что профессиональный спортсмен, многие наши слушатели хотели бы, наверное, получить какую-то такую особенную информацию, понимаешь? Не. Все мне интересно. Все мне никому не интересно. Я вообще не знаю, чего у меня позвали. Я вообще не интересно. Так, ну ладно. Это понятно, между. 10 минут. Ты пользуйся вот этими, знаешь, как это называется, вот этот массажер, он у меня есть. Да, да, да. Ты пользуйся? Конечно. Прикольная вещь. Это самая лучшая вообще вещь. Ты понимаешь, по которой? Да, который бьет. Правда, у меня есть одна особенность, если я сам себя делаю, у меня почему-то немножко начинает болеть голова от тремора. А, я думал, мне... Мы поняли. Мы поняли. Мы все все поняли. То есть ты растягиваешься и так далее. Ну так, у меня жена очень увлекается йогой, поэтому она иногда меня растягивает. Вот йога, это реально заходит? Это реально полезно? Это бомба. Это бомба, да? Вообще. Сколько примерно тренировка по йоге длится? Ну, смотря что тебе нужно. У меня 15-20 минут. 15-20 минут? Ну, мне просто растянуться, да. Ну, ты видишь, говорит, типа с утра 15-20 минут, потом еще 15-20 минут, потом час 15, потом еще на льду. И в сумме как раз набегает. Нет такого, что пришел, как на работу. Шесть часов от работы ушел. Смотри, я просто приезжаю на тренировку раньше, где-то на минут 45, и мы вот с другом идем и на сухом льду бросаем шайбы. То есть еще там 30 минут. Я думал, вам одеться надо, там столько всего на себя одеть. Нет, это перед залом. А, перед залом. Да, мы бросаем шайбы, потом занимаемся в зале, потом выходим, пьем кофе, фреш, и идем на лед. На льду где-то час 45, час 30. Кстати, мне недавно сказали, что перед тренировкой хорошо бы выпить кофе. Это бомба. Это бомба. Я, кстати, попробовал. Я всегда пью. Да, я до этого не мог. Только на безлактозном. У меня в целом аллергия. Почему? Ну, потому что, когда пьешь обычное молоко, и идешь сразу тренироваться, молочка как-то на этот тебя давит тебе. Понял. Да. Я понял, о чем ты сейчас. На пукан. Я, ну, я не хотел говорить. Нет, Миша, мне... Ирлан за меня говорил. Спасибо. Нет, вообще, бери меня, я в таком буду твоим. Ты просто эспрессо выпиваешь, да? Ну, или на кокосовом, допустим. На кокосовом. Базарчик. Ну, на кокосовом, на кокосовом. Нет, на кокосовом. На кокосовом. На кокосовом. Ну, кокос. Да. Да. Орех. 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 Орех, да. Орех. Не наркота. Да. Не кокаин. Да. Вот смотри, ты говоришь, достаточно плотный день, особенно, наверное, на сборах, там, два раза в день тренировка, наверное. Ну, вот у меня с утра, да. В таком, смотри, мой вопрос про детей, про детский хоккей. Там понятно, что сначала просто технику ставят, да? То есть физика в меньшей степени нужна. Просто я слышу такие цифры. В три года, в четыре года. В пять. Вообще уже край, уже поздно отдавать в хоккей. Нет? Нет? Это глупость? Ну, я в семь. Ты в семь пошел, да? Ну, кто нам недавно рассказывал? Большой фанат хоккея. Виктор Комаров нам рассказывал, что он безумно любит хоккей. По-моему, сам тоже играет. И он говорил, что, по-моему, он это и говорил, что после пяти даже не берут. Нет? Ну, а сейчас, может, в Москве такое сумасшествие идет, как бы, потому что, ну, сейчас такой бум пошел на то, чтобы детей... Да, с пуповиной уже. Да, туда и сразу их, короче, ну... Да. Заебать. Да, да. Спасибо. Пожалуйста. Андрей, ему по контракту. Ой, не забирай, пожалуйста. Прости, 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 ладно, все. Вот, и, видимо, сейчас, как бы, да, в три отдают. Ну, в три у ребенка даже стопа не сформировалась полностью нормально. Я не знаю, как можно ее в конек засовывать. И потом вырастают люди вот с такими ногами, там, ну, как бы, мне кажется, это рановато в три ставить на конекте. Ты в семь пошел, да? Я в семь пошел, да. Я вообще не собирался в хоккей играть. И еще я хотел катанием заниматься. Нет, я плаванием занимался. И тренер подошел, сказал... Тебе в хоккей надо. Нет, нет, бассейн замерз. Давай, поплыли. У нас в бассейн замерзает, кстати, ты не хочешь попробовать. Подожди, то есть тебе подошел тренер по плаванию и говорит... А, тренер по хоккей подошел. Ну, что ты был... Да, у меня детские фотографии из садика, где я просто... Вот такой вот, да, с бородой улев. На четыре головы выше всех, просто там, ну, я огромный был в детском саду, и поэтому... Да, он подошел, сказал, приходи, попробуй. Ты был полный или ты был... Здоровый. Здоровый. Большой, высокий и, ну, и большой. Ну и, соответственно, мощь, наверное, да, ты там всех ушатывал. Да, вот. Ты дрался часто, дрался? Вот весь прикол в чем, в том, что я пришел на год, на два позже или на полгода, но все уже умели кататься, а я не умел. Там было такое, типа, ты там корова на льду и т.д. и т.п. Ну, и я из-за этого начал с ребятами ругаться. Ну, дети, представляешь, и просто постоянно дрался. Ну, со своими же. Вот, а потом... Появляется тренер по боксу, говорит, да, пойдем. Ну, и таким психом был, да, и своих иногда там ломал пацанов. Ну, когда маленький был, потом немного подуспокоился уже, и стыдно было то, что папе постоянно высказывали. Тоже, типа, у тебя что, сын вообще своих типа рубит. Вот. Буртан, вот я тебя уже знаю, третий год по тебе вообще не сказал, что ты был таким. Просто рассказывай, я такой-то... Вообще, да. Ну, это же как люди, которые там, бывшие алкоголики, наркоманы, которые вылечились, а ты тоже по ним не скажешь. Нет? Нет такого? Нет, скажешь. Ну, скажешь, скажешь. Там обычно вот так. Нет, у меня просто... Я нашел Иисуса? Да. Ну, ты же не скажешь, что он раньше был, типа... Нет, ты скажешь, чувак, если чувак с этого начинает, значит, он его искал, и, значит, там была какая-то причина. Я бывшего гердозника определяю минут за минуту. Нет, у меня как же приз вставляют. Смотрю по реакции. Нет, два бывших тренера у меня. Один тоже у него были там проблемы с... Он дрался. Очень много... Это в Канаде тренер. Очень много дрался. То есть он играл в НХЛ, дрался. У него тоже проблемы были, наверное, с наркотиками. Я не уверен. Ну, по-любому были. С алкоголем. Ты сейчас на него посмотришь, он не матерится. У него там... Он семьянин. Я бы вот по нему никогда бы не сказал, что он раньше был... А я видео покажу вам, пацаны. Это просто... У него волосы досюда, у него глаза страшные, у него зубов не было. Там просто, ну, ужас. Ужас. Окей. Слушай, во время сезона из чего состоит твой день? Вот каждый день тренировки, есть выходной? Да, очень много выходных. Очень много выходных, да? Что ты делаешь в выходной? Просто через дом. Да, как выглядит восстановление? Потому что вот ты типа... Сейчас я купил дом себе. Вау, поздравляем тебя. Спасибо. Хороший дом? Да. В Твери. Езжу в Твери, там... Хороший дом? Там под Твери. Ну, новый дом. Большой, с бассейном. Ну, вот. Поэтому сейчас в доме я просто как бы выхожу на бассейн, валяюсь, иногда в горячую ванну хожу, в джакузи, в Чили. Мы вот с Андреем разговаривали. Ты в доме вырос в частном? Ну, конечно. Не, реально. Нет. В Сильмогорске в квартире на пятом этаже. А ты? В частном доме. Я тоже в частном доме. Ты в частном доме вырос? Нет, в квартире. В 8 с квадратов. И вот Андрей говорит, что квартира лучше, чем частный дом. Ну, э... Смотря, понятно, какой дом, смотря, какая квартира. Ну, вот я вспоминаю, что в частном доме всегда есть что делать. И это было интересно. Есть всякие уголки. Это целый участок. Есть город, участок и так далее. Вот Андрей говорит, нет. Нет, мне кажется, ну, вот как раз то, за что Тимуру нравится частный дом, мне как раз не очень нравится. То есть, понятное дело, что типа штука, что ты вышел на крыльцо, когда идет дождь, да, это типа вот, ну, нет такой опции в квартире. То есть, балкон, не балкон, неважно. Вот ты вышел, идет дождь, дождь идет прям сразу за дверью, офигенно. Но крыльцо надо красить, за крышей надо следить, надо постоянно ухаживать за самим домом. Ты в детстве этим занимался? Ну, конечно, ну, как, ну, там, например... Да, я отца посылал. Нет, отец меня, ну, типа, использовал для этого. Я же это же делал не сам. Ты же, я себе представляешь, да, такой, я такой, типа, в пятом классе, думаю, скорее бы домой. Покрасить. Покрасить крыльцо, а то заебался с этой математикой. Вот. Нет, конечно, но ты это запоминаешь, плюс еще там огородка, за которым надо ухаживать. Мне вообще не нравится. Мне нравится квартира в том смысле, что она вот как бы не требует такого ухода. Из квартиры, вот, про свой участок, это прикольно, то, что ты вышел, у тебя свой участок, есть что делать в квартире, тебе нужно выйти из квартиры, чтобы что-то поделать. Да, нет, попасть на улицу из частного дома, попасть на улицу из квартиры, это разные вещи, то есть из квартиры ты попадаешь сначала, наличишь клетку. Не, я не про это говорю, я про то, что вообще, если ты хочешь что-то поделать, тебе руки чешутся, тебе нужно из квартиры выходить, то есть там на улицу идти играть в футбол или что-то еще, а в доме у тебя пространства побольше, и ты можешь оставаться дома. Вот я тоже сам говорю, вот Тимур так и сказал, он говорит, что вот выйти на улицу, просто выйти на улицу погулять, как выглядит это в квартире? Ты вышел на личную клетку, ты спустился, ты вышел-то где? Ты во дворе, не факт, что там можно гулять. Ты куда-то пошел, да? В частном доме ты просто открыл дверь, и ты уже вот зелень, все, пожалуйста, сел, поставил стул, пожалуйста, сидишь. В общем, я вот вспоминаю, что там пилишь постоянно, я велосипеды какие-то собирал постоянно, я помню, мы в детстве с ребятами такие, все, будем ночевать в огороде, построили какую-то палатку, просто ночевали там в огороде почему-то, для чего-то, на самом деле все очень странно. Для чего? У нас было четверо. И у тебя дома есть спортзал? В доме. Я сейчас строю у себя спортзал. Такая штука, такая прикольная есть, называется тонал. Что это? Это, короче, домашний зал, но эта вот штука, она как большой экран висит на стене, от нее отходят ручки, которые с резинками с такими, и ты там забиваешься воркаут, и есть скамейка. То есть забиваешься воркаут, ты можешь делать джим лежа с этими резинками, можешь там подрыв на грудь делать с этими резинками, приседания, то есть это все ты забиваешь, и там тебе даже перед тобой чувак на экране может тебе показывать, как это делать. То есть это такой домашний зал, просто миниатюрный. Еще раз, экран. Да, это экран, то есть ты на стену вешаешь экран, как телевизор, только он, как это сказать, мульти, от него отходят ручки такие большие, снизу и сверху, и ты можешь, получается, брать за ручки и там делать всякие разные упражнения. А, понял, да. Да, и ты можешь их в разных стороны ставить. А сопротивление регулируется там внутри, какой-то механикой? Да, ну, по-моему, либо электричеством, либо... Электромагнитное, да, так сказать, есть. Да, да, да. Это очень круто. Ну, главное, у тебя есть дом и зал? Нет, у меня нет там пространства для зала. Так вот, купите эту штуку. Нет, для начала мне надо купить дом. Я просто... Там там хаус, то есть трехэтажная квартира. Так это круто звучит, там хаус. Да, да, я только для этого и взял. Непероятно. Я поэтому, что я там очень страшно. То есть там просто какие-то гантельки. То есть я просто там отжимаю пресс, то есть коврик. Вот такая тема. Но мне это не нужно. Я вообще дома, то есть даже если будет дом, мне как будто не в кайф там будет. Согласен. Мне нужен зал. Мне нужна как бы атмосфера. Тренер. То есть буду... Даже если у меня будет гигантский дом, и там будет ворд-класс просто там построят, я в него даже заходить не буду. Я уверен. Я просто зайду там... Купишь абонемент и... Ты будешь ходить. У меня вот такой вопрос. Как... Бля. Вот ты сам... Смотри, вот все хотят стать чемпионами. Абсолютно все. Все спортсмены хотят стать чемпионами. Так или иначе. Но, понятное дело, все зависит от таланта, от там навыков. Но вот ментально, как... Явно же ты видишь, грубо говоря, по коллегам, там, по спортсменам, вот у этого есть какая-то прыть, да, какой-то стержень. А кто-то просто вроде бы играет и так далее. Вот как в себе это воспитать? Вот в каком возрасте? Либо это уже во взрослом, либо это уже в подростковом. Мне кажется, это с опытом все-таки приходит. Есть молодые чемпионы, но все равно, мне кажется, они не до конца понимают. Ну, как я сейчас. Но как я для себя это оцениваю, допустим, игрока и вообще кого-либо, это когда человек внизу, то есть у нас у хоккеистов, понятно, ты не можешь 82 игры играть, там, забивать по 3 гола в каждой игре. Вот. Вот, когда вот человек играет плохо, ты видишь, что он делает, как он делает, чтобы вылезти из этой ямы, ты понимаешь, что это ментально сильный человек, что его не волнует то, что он плохо сейчас играет, то есть он всегда навеселел. У нас вот есть ребята, которые там, ну, у него там 10 игр не идет, он приходит на тренировку, он такой же человек, он не меняется, он улыбается, понятно там… Не загоняется, да. Не загоняется, да. Он понимает, что я буду делать то же самое, то есть это рутина. Рутина, я буду делать то же самое, и у меня, я вылезу из этой ямы, то есть видно, что человек, какие бы удары ему не наносили, он всегда как бы, вот у него есть цель, он идет, как знаешь, типа Tunnel Vision такой, как бы вот для меня это, то есть я еще не такой ментально сильный, но я примерно понимаю, как это работает, как нужно делать, поэтому я как бы работаю над собой, чтобы… Отношение к провалам, отношение к… Да, да, конечно, конечно, к проигрышам, к плохому матчу, к пропущенному голу, допустим. То есть много таких моментов, но самое главное – это вот всегда курс держать, как бы не сходить. Ты, по-моему, в прошлом подкасте рассказывал, как ты, как только переехал, ты играл в Канаде, в Монреаль, да? Ну, там я немножко сыграл. Да, что тебя сильно хейтили, и что на тебя это давит. Да, кстати, это еще один такой момент, да. Да, да. На внешних, да, еще, да. Это послушайте прошлый подкаст с Мишей, там он это рассказывал, очень интересно было, как ты с этим справлялся и так далее. У меня про это есть история. Так. Сейчас будет коротенькая. Итак, рубрика от Авиасейлс «Ебучая география». Авиасейлс – место, где вы можете найти и купить дешевые билеты. Авиабилеты. Авиабилеты, конечно. Билеты в кинотеатр на Авиасейлс вы не купите. Не купите. Авиабилеты. Итак, мы готовы, да? Ливия. Что ты знаешь про Ливию? Что я знаю про Ливию? Во-первых, я слышал, что в Ливии самая вкусная еда. Да, серьезно, кстати? Да, самая вкусная уличная еда в Ливии. Ну, я не знаю. Ну, то есть там топовая шурма. Наверное, да. Прикольно. Но до событий. До событий. Также я знаю, что Ливии практически 40 лет, да, 40 с чем-то лет правил Муаммар Каддафи, который пришел к власти в 27 лет. И, к сожалению, я думаю, что в Ливии сейчас. Да, мы сегодня поговорим. Небезопасно, мягко говоря. Да, небезопасно. И политические сложности. И там действительно есть постоянный поток беженцев. Он идет в том числе через Ливию. Но мы поговорим про замечательный город Аль-Джауф. Это... Аль-Джауф. Аль-Джауф. Это город, который находится в центре почти пустыни Сахара. Там температура средняя, средняя температура, 40 градусов. По Цельсию. Да, почти не выпадают осадки. Вот. И это самый сухой из известных городов, то есть больших. Вот. Туда можно слетать и действительно засохнуть. Представляешь, 40 градусов средняя. Всегда. Ну, вот это средняя. То есть есть выше дни такие, типа, когда, знаешь, пожарче, 50. Вот там главное, что там очень сухо. Как это очень сухо? Сухо это значит... Не влажно. Это значит, что ты, если выходишь на улицу, очень быстро теряешь влагу. Вот. То есть ты сразу начинаешь сохнуть, сухнет кожа, испаряется влага, тебе нужно много пить. Вот. А воды там нет, потому что... Чтобы быть влажным. Чтобы быть влажным. А воды там нет, потому что еще им очень маленькие осадки почти. Почти их нет. Вот. Такое замечательное место. Туда можно слетать, но, наверное, не стоит. Вот. Это была рубрика «Ебучая география» от Aviasales. Альжа Уф. Уф. Андрей, ты тоже занимался хоккеем? Я как-то тут возил детей в Тамбов. Вот. И вез дочь. И мы едем, значит, заходим в купе, а там мужик какой-то едет до Рязани. Вот. И он очень такой серьезный тип. Вот. И у него два телефона с собой. Два. Вот. Обычно люди, у которых два телефона, это один там, это мой американский, там, это, это. А у него просто он смотрит на одном телефоне ролики типа «Уральских пельменей», вот. А на другом, как выяснилось, хоккей. И вот он смотрел, смотрел, смотрел на одном ролик «Уральских пельменей», без наушников, конечно же. Потому что… Потому что пельмени в наушниках не смотрят. Так. Да, потому что в наушниках, как известно, не то. Вот. Ните ощущения. Ните ощущения. Вот. Он смотрел, смотрел, смотрел. Неплохо, неплохая аналогия. Давай дальше. Вот. Он смотрел, смотрел, смотрел. У него то ли батарейка села, он откладывает. И он как бы и мне похер, и дочке похер. Я думаю, ну как ты ему можешь сказать, что обычно вообще-то смотрят в наушниках. Он, значит, берет, следующий телефон включает, а там хоккей. И первый – это матч в Монреале. И я слышу комментатора, он что-то говорит, да-да-да-да, Сергачев. Я думаю, ладно, хуй, не будет тебе ничего говорить, потом Сергачев эту историю лучше подкаст расскажу. Вот, все, конец истории. Именно про эту историю, Андрей. Про то, что мы разговаривали. То есть, получается, я даже какой-то известный выход. Получается, чуваки, которые едут в Рязань, слушают тебя без наушников. Кстати, Миш, а тебе не кажется, что раньше про чемпионство, когда кто-то из российских игроков выигрывал Стэнли, было больше об этом в медиа распространение? А тебе кажется, это хорошо? Ты про Овечкина, может, говоришь? Ну, в том числе. Овечкин, Малкин. Это два игрока, которые… Вот Малкин выиграл 16-17 год, потом выиграл, получается, Овечкин в 18-м. То есть, три года подряд выигрывали такие глыбы российского хоккея, поэтому, конечно, об этом говорилось намного больше. Просто потому, что они уже давно выиграли. Да, про Овечкина, он всю карьеру шел к этому кубку как капитан, и, получается, выиграл, и, конечно, про это говорили. Он там еще и купался в этих фонтанах, как на 2 августа. Вот я хотел сказать, что они в том числе для этого тоже делали какие-то вещи, для того, чтобы оставаться в поле, понимаешь? Ну, Овечкин не выиграл, он один раз только за всю карьеру выиграл с Кубок Стана. Но он выиграл как капитан, да? Да. То есть, они всю дорогу к этому ушли, да? Когда Овечкин пришел в Вашингтон, там клуб, допустим, стоил 200 миллионов долларов. Сейчас клуб стоит 600 или 700, может, миллиард даже, я точно не знаю. Сильно повлиял. Конечно. Что называется, улучшил экономику. Овечкин был, когда был Обама в Вашингтоне, его называли, что Овечкин – это вторая персона в Вашингтоне. После Обама? Да. Разъеб. Ну, если прикинь... Это Месси, да? Да, да. То есть, его все уважают, это такая огромная глыба. Не только в России, вообще в мире, он же амбассадор хоккея. Он ездил в Китай, играл с ними в хоккей, то есть, продвигал лигу. То есть, он в России, не помню, куда он летал, там, в какой-то маленький город. Тоже он, там, он и Ковальчук, они играли в хоккей с детьми. То есть, он занимается этой работой, продвигает хоккей. Это твой любимый хоккеист в России, из России. Кто-то... На кого ты равнялся, может, раньше? Троих назвать, на кого ты равнялся в России. Раньше, ну, Овечкин. Овечкин. Когда я был маленький, да, Овечкин. Может, Марков, Андрей, я тоже за ним смотрел. Зубова что-то смотрел, такие игроки. А так, ну, Овечкин, конечно. То есть, там нет вот этой борьбы Малкин, Овечкин, да? Ну, кому, кто нравится. Потому что Малкин больше центральный нападающий. А Овечкин крайний. Овечкин забивной. Малкин такой отдающий. Ну, немножко разные хоккеисты. Скажи, я вот тоже часто слышу среди ребят, которые увлекаются хоккеем, всегда выделяют очень вратарей и вообще выделяют вот эту российскую школу вратарей. И вообще говорят, что даже, по-моему, вот Кучеров на пресс-конференции после Кубка Стэнли говорил, почему-то Василевскому, да? Василевскому не дают, там, трофи, да? И я много слышу, что вратари в хоккее это вообще какие-то... А что это? КамАЗ. КамАЗ. Что вратари в хоккее это какие-то супер особенные люди. Все как будто не от мира всего. Что это значит? Ну, мы все понимаем, что ловить шайбу... Ну, я думаю, они просто видят все в слоу-мо. Да? Потому что я не понимаю, как это можно увидеть. Я думал, знаешь, как они, они просто собираются, у них вечеринка такая, они садятся, просто начинают, знаешь, рис подкидывать, и рисинки в воздухе ловить. Как в китайских? Да, да, да. Кунфу-пан, да? 17? У меня 18. Я что-то сегодня не в форме, извини. Это реально так? Ну, что они очень какие-то особенные люди? Ну, представляешь, я могу ошибиться в игру, там, 10 раз не точно отдать. В артере нет такой опции вообще. То есть он не имеет права, если он так делает, то он плохого вратаря. Да, это просто ты говоришь про ответственность. А мы-то говорим про физические качества, потому что, ну, шайбу не видно. А, про физические качества. Мы говорим про то, что когда, типа, как раньше, ну, типа, раньше были специальные, было два вида специальных людей, операторы, которые умели снимать хоккей, потому что, ну, тебе дадут, говорят, на, снимай. А что снимать-то, вот, они умели ловить эту шайбу. А потом это делают, стали делать машины, потому что, ну, типа, они с этим лучше справляются. А вот человек, вот что-то летает, и он такой, оп, типа, дальше поехали, давайте, что там, как. Понимаешь, да, о чем речь? То есть это не футбольный мяч, он чуть побольше. Это как пинг-понг. Ты видишь, на каких скоростях они ловят мяч, там еще подкручивают, успевают поменять ракетку свою. Вратарей это, конечно, особенные люди. Во-первых, у них растяжка сумасшедшая просто, и они в этой растяжке еще могут еще больше растянуться. То есть он сел уже на шпагат, уже ниже он не уйдет, и он из этого может одной ногой толкнуться. И еще, то есть, ну, на Васю, если посмотреть на его лучшие моменты, что он там творит, то есть какие шайбы он достает, это нечеловеческие вообще возможности, на самом деле, потому что это... Чтобы развить эти качества, тренировки насколько сильно отличаются, допустим, от твоих на данном моменте? Вот что он делает в момент, когда ты клюшкой делаешь с резиной? С теннисными мячиками? Ну, да, у них есть такие мячики, которые, там, кидаешь стену, он непонятно куда отлетит, то есть там много краев, и то есть, ну, все, у них в основном все на реакцию, на растяжку, на... тоже они толкаются, очень много в зале тоже они делают приседания, толчки. Да, да, да. Просто Андрей Василевский, он прям... он здоровый, он очень большой, и он в сумасшедшей форме, то есть по растяжке нереально. И если посмотришь, как он перед игрой стоит, когда гимн идет, у него глаза просто вот такие. Вот он просто вот так вот смотрит, и он, видимо, тренирует глаза, разминает, я не знаю. Но это страшно на него смотреть. Он... Так вот, знаешь, так прям у него сумасшедшие вообще. Он просто считает зрителей в этот момент. Да, он считает... Он не считает зрителей, он считает поры зрителей. Да, поры зрителей у каждого. Такая плохая кожа. Ну, это надо обратиться. Да, да. Трехмерное видение, только так себе это вижу. Ну, то есть. Реакция, видение тела, то есть вратаре, это конечно, да, это... Честно говоря, даже зрителю сложно уловить, хотя ты всю площадку видишь, сложно уловить шайбу вот так вот с метров там, не знаю, 50. А тут вот, вот она. Не, вот именно в тебе она. Вот откуда? Что? 150-170 километров в час. Так еще ладно это. Те же по еблу может прилететь. Не принятал. А ты не видел вот этот эпизод, когда... Нет, нет, ему в лицо. Ему в лицо в этом сезоне. По-моему, Василевский скинул. Василевский скинул шайбу, она ему прилетела в лицо, разбила тебе губу. Вот здесь вот мне там 8 шов наложили. И он пошел... Ему в перерыве зашили. Не в перерыве. А где? То есть у нас был начальник. Во время игры. Этот... Василевский зашил. Ты разбил, ты зашиваешь. Нет, нет, нет. Как это было, да. Вот, начало второго периода я еду за ворота, Вася мне кидает шайба в лицо. Я падаю, встаю, понимаю, что у меня лицо просто вот там дырка. Все, я пошел получать в раздевалку очень быстро. Убежал, потому что у меня все там капало. Мне зашили 3 внутренних, 5 внешних швов. Это все на анестезию или на живую? Анастасию, конечно, да. Вот уколы. Самое больное – это уколы. То есть это больное. Не на анастасию, на анастасию. На анастасию. На анастасию, на анастасию. Нет, там не было. Так было вдалось, кстати. Вот. И все, я, получается, вышел, в 10-й минуте пропустил там 8 или 9 минут игры. И все, я играл, ну, там ребята смеялись, конечно. Ну, у меня вот такая вот губа опухшая. Да, да. Она потом еще распухла, она совсем еще больше. Чисто Олег Монгол. Я представляю. Слушай, ну, ты вот понимал, ты понимал в этот момент, ну, что ты, бля, пиздец, что за тетяга? В этот момент это, ты такой, ты вот играя такой, думал, вот сейчас это видят фанаты. Сейчас это видят. И они такие все, пиздец, что за тетяга вообще. Вот это он. Ну, тогда, потом я еще сразу фотку выложил после этого, потому что... Конечно, какой-то был там этот, что-то 500 матчей, он сыграл, что-то такое, короче. Да. И мы с ним сфоткались, потому что это фотка в Инстаграме есть. И люди писали, типа, мужик. Да, да, да. Вот этот. Ну, конечно, это достойно. И люди, кстати, вот, игроки Далласа, они меня бы перестали бить вообще, подъезжать ко мне. Почему? Потому что это такое уважение, знаешь, есть такое в лиге. Мне тренер... Типа, если ради команды херачишь, несмотря на травмы... Ну, типа, да, выходишь, тебе респект кидают все. То есть, ребята проезжали, смеялись, конечно, потому что я там вообще был Олег Монгол. Ага. Но все респектовали жестко. То есть, у меня вот тренер играл в Анхелл 90-е. Ему разнесли рот, там, шайбой или клюшкой. И он надел маску, вышел на следующий период в маске, то есть, железной, чтобы там еще раз не ударили. И к нему подъезжали, вот каждый его тыкал. И потом он снял маску, то есть, уже с разорванным ртом играл, и никто к нему не подъехал. Вау! Реально? Вообще, сейчас такого меньше, но... Да, сейчас такого меньше. Звучит, как в 90-е, НХЛ было просто, знаешь, такое, типа, ну, разомали рот, удаление не давали вообще. Там люди друг друга могли вот так, там, сзади по ногам бить. Пожестче было, да? Локоть, ну, конечно. Там другое время вообще. Как и баскет. Тот же, да, да, да. Дэнс, да, да, да. Дэнс просто там уже драки был. А когда ты не видел вот этот сейчас новый фильм, они выложили? Да-да-да, про драку. Про драку в Детройте, да. То есть, они, это как бы внегласны такое правило, то есть, они такие, на льду, как бы мы друг друга там ненавидели, когда мы играем. Все ребята друг друга уважают за то, что мы уже вышли на лед, как бы, и мы все хоккеисты. То есть, такое есть, респект. А тип, который всех вшатывает, до сих пор есть такая тема? Типа Товгайя. В команде. Да, типа Товгайя. Торпеда. Ну, есть, да, ребята, которые, типа, на защите стоят, но они не бегают и не пытаются кого-то там с кем-то подраться, знаешь. То есть, если какой-то там парень из команды бегает и ты там локти поднимает, знаешь, как ты играет грязно, он к нему подъезжает и говорит, слышь, ну, либо ты скидывай краги, и мы с тобой деремся, либо я заканчиваю с этой херней. Вот. Они либо скидывают краги, они дерутся и все успокаиваются, либо он так же бегает и потом за ним все остальные бегают. То есть... Короче... Смотри, ну, драка тоже какой-то определенный момент. Кто-то как-то готовится к этому. То есть есть в подготовительном процессе. Так, ребят, все, тренировка закончена. Ну, и давайте по парам. Пора по парам, ага. Пять минут буквально подеремся и... Индивидуально это все. То есть я раньше ходил на бокс, сейчас иногда тоже там в субботу-воскресенье могу пойти. У меня вот сколько? Три драки ванхел есть. Ни одной проигранной. А ты должна мне это делать? Подожди, да. А ты ходишь на бокс, ты тренируешься, ты, ну, там, в крагах тренируешься, я надеюсь. Ну, то есть это не... Такие тренировки все снимаются. Нет, перчатки и шлем только выкидываются. Не сядешь туда? Сейчас, дочь. Ты интересный хоккейст. Ты смотришь, что они еще на коньках. Да, да. Голые на коньках. Голые на коньках. Шоу такой был по СТС, помнишь, голые на коньках. Андрей, не было такого шоу. Но СТС. Это была шутка про голые и смешные. Да, я понял. Подожди, а где перстень? Где перстень? Горлан, ты видел перстень МХЛ? За прошлый кубок. За прошлый кубок? За прошлый кубок. Не за один кубок. Серьезно? Не видел? Нет, нет, нет. Ты не видел? Реальный перстень. Давай. Давай. Вау. Просто. Я говорил, что я не люблю кольца как продукт, но вот это. Он гигантский. У меня болит рука. У меня болит рука прямо сейчас. Она весит 6 килограмм. Этот перстень весит 6 килограмм. Это, во-первых, можно ли надевать? Конечно, конечно. Во-вторых, это на руку. Это же как минимум на три пальца. Это точно перстень? Это не браслет? Так, так. Ну давай попробуем. Ёб твою мать. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да, да. Уф. Хорош, да? Я Екатерина Вторая? Кто я? Бля, сразу хочется персию заболевать. Как называется этот фильм? Неограненные алмазы. Да, да, да. Помнишь, он там продавал этот персин. Бостон, Бостон. На Селтикс. Да, очень крутой, кстати, фильм. Вообще супер. С Адамом Сэндером. Да, да, да. Кто-то хорошо охарактеризовал этот фильм, знаешь, как. Двухчасовая непрерывная паническая атака. Да, да, да. А из чего вот это что? Там, по-моему, около 700 бриллиантов, 600 чем-то. Общий вес, я не помню, сколько карат. Очень много. Ну, 600 бриллиантов просто легко весить не могут, извините. По-моему, 20-счета карат. Какие-то вопросы были? Слушай, а вот там... Сделали, что не заметил. Не, ну, это просто, да. Там сапфиры еще есть сверху. Синие это сапфиры по бокам. Но это же ненормально ходить, типа, вот в такси здесь. Я еле доехал сюда. Прежде ты его надеваешь иногда, хотя бы. Но он же не для того, чтобы уносить. Не, ну вот, да, я бы прикол. Я надел его дома, чтобы к вам отнести. Напоминаю, ну, просто надел, и он у меня не снялся. То есть он не снимался у меня с руки, и я сюда доехал в Перстне. Здесь я... Подожди, у тебя такие толстые, серьезно? Да, здесь руки вспотели просто, я вас увидел, как бы звезд. Чего мне с пальцами? Там это просто... Там гигантский. Там специальная штука, она считает генетический код, и раз, все сжимает, и типа, нельзя снять. Короче, здесь твоя статистика, что ли, или что это? Внутри нет. Это серии плей-офф, которые мы выиграли, соответственно. Окей. Значит, тут 98 и твой номер, да? А, соответственно, Сергачев стендикап, чемпион. Там еще одна пасхалка была. Так, что за пасхалка, расскажи. Правильно я говорю, да? Да, все правильно. Мы играли без фанатов, и здесь написано 20-20. Distant Thunder. Distant Thunder – это наши фанаты, которые болели из дома, то есть в пандемию. Это такая отсылка к ним. Да. Потом здесь получается волна, то, что мы живем на Мексиканском заливе, океан, внутри серии. И внутри еще минуты, сколько мы сыграли в овертайме. Больше всех в истории. 216 минут дополнительного времени. Так, идем дальше. Вот эта штука. Вот это вот. Это кубок Стэнли сам. Да. Он поднимается. Еее. Фу-фу. Бать. Подожди, и там внутри рубины или что это? Нет, и там один черный бриллиант, как шайба. Один черный бриллиант, как шайба. Ну, типа шайба. И там написано Стокгольм. А это Стокгольм в чем? Да, просто прикольнулся. Это Стокгольм. Нет, почему Стокгольм? Мы летали в Стокгольм на выездные игры в прошлом году, когда еще не было пандемии. И там неделю, так сказать, сплачивались. А, понятно. И мы сплотились как команда, и с того момента мы очень мало игр проиграли. А это как сплочение происходило? Ну, мы все вместе гуляли по городу. А, вы просто ходили? Просто смолч. Нет, мы играли. Мы сыграли две игры, просто у нас была неделя до игр, где мы привыкали ко времени, потому что мы из Штатов прилетели. И, соответственно, мы просто гуляли, смотрели достопримечательности, так сказать, Стокгольма. Вот. И так сплачивались. Да. Там сейчас проедет. Это за прошлый год. А если в ломбард вот так сейчас? За этот год, за этот год. Да, Андрей. Ну, такие вещи на аукционе продают. Слушай, за этот год тебе дадут по приезду, да? То есть, они готовятся. Как-то будто они отличаются. Да, вот, короче, прикол был. Мы получили этот перстень прямо перед плей-оффа этого года. Они его долго делали. С чем это связано? Пандемия. Они долго думали над дизайном. Это наш владелец делал за свои деньги, соответственно. То есть... То есть, это не лига выделяет? Нет, нет, нет. Это владелец. Перстень очень много стоит, если что. Андрей как будто перстень получил за Олимпиаду по математике. Какие на Олимпиаду по математике? Какие на все такие выдавали? Либо пояса, как UFC. Вот такие вот, да? Так, ага. И что, поздно получили перстень? Да, потому что они сказали, мы думали на дизайном, мы придумали два дизайна. Это наш владелец сказал. Они всей семьей голосовали, придумали два дизайна. И он такую вещь сказал. Если вы выиграете сейчас второй кубок, дизайн уже есть. А, второй, типа, прикольно. Да, и вот мы выиграли. Получается, дизайн уже есть. Они его сказали, к началу сезона сделают. То есть, к второму кубку он сделал? Это обручальное. Владелец решила обручальное. То есть, он выбрал второе. А как происходит процедура передачи перстня? Вы все собираетесь? Это такая командная вечеринка. Собираемся у владельца дома, на заднем дворе. Там делают какое-то видео, представление. Пару с печей. Барбекю? Нет. Ну, там есть какие-то закуски. Возле мангала, блядь, перстни раздают. Ну, а что? Не, он делает... Что, ребят? Давайте вон там вот... Возьмите сами. Не-не-не-не, подожди. Возьмите. Какие-то здесь, перстни здесь, все, все знаете. Номера свои знаете, что там тебя. То есть, вы, это, ну, как бы, такая церемония. Да, да, церемония. Женам дают подвески. Да, подвеска выглядит точно так же. А если девушка? Девушки тоже дают. Ну, смотря сколько вы там встречаетесь, ну, это, по-моему, как-то... Вот это рационально. Вот это я хочу сказать рационально. По-американски. Вот это вот правильно. Сколько встречаетесь, полтора года? Два месяца. Не, ну, типа, если ты на тот момент, как ребята выигрывали, девушка была, они встречались, и у них там серьезно, то дают. Словно, да. Да, и вот подвеска выглядит точно так же, как эта штука. Если просто такая залетела часа, а что там по подвескам, есть инфа, да. Все, все, всем дают. А я с Антохой. Антох, эй, подвески разводят. Эй, боже, да, мы скоро, бля, поживем. Так, кого ты сейчас описал? Я вообще не знаю. Таких не знаю. А, да, да. Так, а что, есть еще вариант второй выиграть, да? Что? Ну, когда первую вручили, там же всплывает еще история, что за второй еще второй будет. Андрей, ни хера не подвиждь. Не, вторая подвеска тоже будет. А, да, понял. В их случае. Да. Да, да. Не, реально говорю, беляю, это очень впечатлило. А когда появились перстни вообще в каком, во-первых, виде спорта, или они сразу были со всей истории, там, я не знаю, НХЛ, либо НБА? Там же тоже перстни, да? У всех, да. Да, вообще у всех. У всех. Не знаешь, в каких годов это, типа, появилось? Ну, мне кажется, это очень давно. Это вообще, мне кажется, американская тема, мы с тобой разговаривали. Да, да, это американская тема. У них, типа, когда люди выпускаются из школы, они делают себе на класс перстни. А, серьезно? Когда выигрывает чемпионат, школьная команда у нее, типа, есть перстни, там, студенческая, НФЛ. Они еще все называют смешно, чемпионшип рингс. То есть, это как бы не перстень, это колечко. Когда мы закроем куджи, я вам сделаю перстни, пацаны. То есть, это такая заточенность на ювелирка, да, немного память. Они все, на самом деле, собрания таких вот важных элементов. То есть, здесь видишь и номера, там, Distant Thunder, вот у них обычно там какой-то там символ, что-то еще, что-то еще. У, очень крутой, у нашей команды Tampa Bay Buccaneers, они, ну, НФЛ, они выиграли в прошлом году. У них вот на перстне, во-первых, больше. Во-вторых, у них вот эта верхняя штука снимается, и там их стадион внутри. То есть, стадион прям... И там кто-то играет. Да, бегают там. Постоянно. Мячики, да. Ну, то есть, у них тоже прикольно они сделали. А вот до нас, по-моему, в лиге не было таких интересных перстней, вот таких, типа, чтобы поворачивалась, что-то снималась. Не было. Были обычные. Обычные. Ну, обычные. С бриллиантом, да, там. 800 бриллиантов, обычное кольцо. Да, скука. Потому что главное в этом перстне то, что поворачивается, понимаешь? Настоящий перстень. Кубка Стэнли. Интересно. Я не помню, мы тебя спрашивали в том году или нет. Нет, расскажи, как у тебя обстоят дела, как у профессионального спортсмена вообще устроено... Очевидно, НХЛ лучшая лига в мире, да, то есть, NBA, NFL и все вот. Как бы там сильнее концентрация, наверное, игроков. Как у тебя распределяются налоги примерно? Не как конкретно у тебя, а как у игрока НХЛ. Как распределяются примерно... Я так понимаю, вы очень много платите налогов, да? Но это же связано скорее с то, что ты в США работаешь, нежели в Сен-ХЛ. Это да. Ну, короче, у нас есть только федеральный налог и нет налога штата. То есть, у большинства штатов есть свой налог, допустим, в Калифорнии. На спорт или как, на что он налог? На заработок. На заработок. То есть, в Нью-Йорке там сумасшедший какой-то налог, и они в итоге с федеральным и с этим платят там около 50%. Это вообще... То есть, если у тебя зарплата там... Он прогрессивный, прогрессивный. Он прогрессивный. Ну, типа, да, чем больше ты зарабатываешь, тем больше платишь. Ну, это, да, по-моему, там так. Вот в Канаде точно так. В Канаде вообще они очень много налогов платят. В Канаде 99% налогов. Да, страшно. Там в конце на зарплате салам просто. Спасибо. Мели посмотреть на перстень. Вот. Пацаны, сильно много налогов выиграли в этом году кубок. Вот, смотрите, перстень. Такой мог бы быть у вас. Вот он. Ну, вот так у нас 37% налогов федеральный. После этого, то есть, вот, представьте, ты заработал миллион. У тебя забирают... 370. 370 тысяч. Так, да. Забрали. Потом у тебя идет налог. 13% НХЛ. От оставшегося или... От оставшегося. От оставшегося. Сейчас было 20 в прошлом году, потому что пандемия. То есть, подожди, это ты 57%... Ну, смотри, 370... Нет, 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 нет. Ты 370 отдал, осталось 630. Ты с них... 13. Да, ты с них должен отдать... Ну, типа, 550 осталось. Да, вот типа такого. Ну, типа того, да. И агенту, соответственно, сколько, 3-4-5% и все остальное. И все, да? Нет налог лиги, вот это вот... Вот налог лиги был 13%. А, 13% налог лиги, да? От оставшегося после уплаты федерального налога. Да. Слушай, смотри, а у тебя за всем этим следить? Тебе же сразу же нужен бухгалтер. Ну, просто... У нас... Агент, да. Нет, нам команда, когда высылает зарплату, они сразу налоги отсылают. То есть, у тебя нет, типа, личного бухгалтера? Есть, есть. Есть, да. Он в конце считает, что уплатили, что не доплатили, отправляет запросы, подсчитывает. Там же можно делать всякие, типа, как это сказать? Налоговый вычет, это называется. Да. На тренировке ужин с агентом – это налоговый вычет. Да. А ну-ка, объясни. Натурально, ты собираешь все чеки, собираешь все чеки. Он лучше знает. Да, ты просто... После этого тебе приходит форма, она натурально бумажная. Сейчас говорят по ДФ, но до середины 2000-2000 была бумажная. Ты ее заполняешь, прилагаешь чек. К каждому чеку ты заполняешь форму, если у тебя есть желание получить налоговый вычет. Вот. То есть ты, например, там есть список мероприятий, которые не облагаются налогом и считаются предметом для налогового вычета. Я когда-то ездил в Америку, самый был крутой момент, когда мне пришел чек на 27 центов, по-моему. То есть производство чека, с самого тогда чеки были, ну там стоит он 10 долларов где-то сам чек его сделать. Но вот он был на 27 центов, потому что там вот проделали и выяснили, что вот 27 центов с меня взяли зря, вот, пожалуйста, вам. Вот. И в этом смысле как бы их культура очень сильно от нашей отличается. То есть у нас там нет, как там невозможно серая зарплата. Понимаешь, там типа зарплата в конверте. Я понял. Короче. А я ни хера не понял. Несколько лет назад, несколько лет назад мы вот с Георгием были в Нью-Йорке, и мы нас пригласили в ресторан какой-то там, такой ресторан, типа, ну поняли, да, такой бейский. А нет, такой, очень такой, очень пафосный ресторан. И мы сидим, и за соседним столиком, большой стол, сидят очень много людей. И там, как мы потом поняли, на следующий день мы такие смотрим, по-моему, это из NBA, чувак. Мы такие переговариваемся, потом мы на следующий день увидели, что это был в том сезоне первый номер драфта, и его подписала Пума. Я, к сожалению, не помню, как его зовут. Но прикол был в том, что с ним была еще его семья, были, видно, агенты, там три человека агентов. Они все, там был человек их там 15-20, и они еще, его вся семья афроамериканская ушла с пакетом еды, и он сам с пакетом, они все ушли. Мы просто, ну, интересно же за этим наблюдать. И им приносят счет, там вот такой чек, и он этот чек весь смотрит. Чувак складывает, заплатил, сложил, открыл какую-то папку. Забрал. Этот чек засунул туда. И то есть вот это не облагается налогом, да? Что не облагается налогом? Это спортинвентарь, это оплата тренировочного процесса, там зарплата тренеру, массаж не облагается. Бизнес-встреча – это встреча с агентом, допустим, с разными брендами хоккейными. Это все не облагается налогом. Ну, то есть вот он вывез свою семью, там были агенты, это формально бизнес-встреча. Ну, формально, да. То есть все можно подогнать под бизнес-встречу. Ну, это… Там так и делают. Там профессиональные люди этим занимаются. Ты говоришь, как будто они… Они такие, типа, мы были, все, вот мы здесь, это бизнес-встреча, все. Да, я на неделю на яхте там бизнес-встреча была. А такое тоже бывает. Да, вот реально. То есть много чего можно обложить. То есть все занимаются оптимизацией налогов так или иначе? Да, конечно. Ну, конечно, ты очень много будешь экономить, если так будешь делать. У тебя есть юрист свой? Конечно. Да, это как бы две важнейшие вещи, да? Когда ты строишь профессиональную карьеру, это бухгалтер, юрист, да, и агент. Ну, у меня в агентской конторе, да, мой агент, и у него уже есть свои люди. Они… Да. Говори, говори. Они тебе советуют, рекомендуют какие-то действия, или они говорят, мы сделали это, мы сделали это, или ты говоришь им? Как это происходит? В плане вложения денег или что? В плане, ну, вообще, трат, расходов. Ну, иногда он может сказать, допустим, ты здесь много потратил, но это редко. То есть у меня у самого голова есть своя на плечах. Но есть ребята, которым говорят, да. Мало кто слушает. Вот когда покупал дом, ты с ним консультировался? Естественно, конечно. Он что сказал? Типа нормальное вложение? Да, да. Проверяем. Мы выбирали, да, то есть именно локация, новый дом, не новый, примерно сколько он будет стоить через 2-3 года. Ну, то есть это потенциально для него и для тебя все равно вложение? Естественно, конечно. То есть, допустим, я новый дом захочу, я могу это продать или сдавать его в аренду и буду получать большие деньги. Ну, я не знаю, прав или нет, но хоккеисты, по-моему, отличаются от всех остальных игроков в профессиональные виды спорта тем, что, я не знаю, в основном есть в команде, кто ездит на Ламборджини, там, или есть, да? А, значит, нет. Нет, ну, Ламборджини. На Роллс-Роусси, да. Есть такие? Да. Да, реально, кто ездит на Роллс-Ройси? Да. А есть кто ездит на Бентли? Слушай, а ты думаешь, ты, подожди, простите, ты думал, типа, игроки НБА или там футболисты ездят на дорогих машинах, а хоккеисты на метро? Нет, я думал, что они, ну, таких умеренно дорогих машинах. Ну, я думаю, все зависит, наверное, во-первых, от какого-то детства, насколько это повлияло на тебя. Типа вырос в Роллс-Ройсе. Ну, это я думаю, нет. Наоборот, наверное. Наоборот, да. Наоборот, да. Вырос в Запорожце, а хотел в Роллс-Ройсе. В целом от мозгов. Нет, ну, все равно ребята, которые покупают такие машины... Закидывают, что в целом можно потом ее продать за сколько же. Нет, в плане того, что у них большие контракты, огромные, и они могут себе позволить такую машину, и они не потеряют от того, что они ее купят. Потому что у них, допустим, есть вложение в недвижку, в акции, и они стоимость этой машины поднимут за два года. А, ну, то есть они априори, типа, у них есть какой-то, типа, все хорошо у них с финансовым состоянием, они вложили, типа, у них есть какая-то безопасность, и они такие, типа, вот теперь я готов потратить на мечту детства. Нет такого, что кто-то на последние деньги покупает себя. На первые, скорее. Ты купил бы себе Rolls-Royce, честно скажи. На тренировку такой на нем приезжаешь. Ну, когда доходы позволят, наверное. Да, ну, если у меня будет там... Докупил бы, конечно. Ну, ну, Рлан, ты покупил себе? Да. Да. Как только эту сумму набрал бы. То есть вот без этой вашей, там, знаешь, типа, вложения... Да, да, чтобы всех подозил, есть на бензин, пацаны? Не, Rolls-Royce очень классная тачка. Ну, реально, ну, откровенно, да. Да, конечно. Смотри, я знаю, что Леброн вместе с Дрейком, если не ошибаюсь, создали... Ужинали вместе. Фонд или что. Короче, они, типа, говорят, что мало черных в хоккей, в НХЛ и так далее. Типа, это несправедливо, это, типа, расизм и так далее. Есть? Или я это путаю что-то? Или такого нет? Ну, есть, да, у них... Насколько это... Я понимаю, я понимаю, но... То есть НХЛ... Я не думаю, что это затронут расизм здесь. Это просто... Да нет, конечно. Да? Это глупости. Когда я это услышал, я подумал, это, ну, по-моему, странно. Ну, как сказать... Обычно... Ну, в хоккей идут те, кто, кому нравится играть в хоккей, как бы нет такого, что там не берут черных, или там не берут азиатов, допустим, не берут. Всех берут, как бы, если у тебя есть какие-то задатки, ты играешь, ты играешь. Все. Поэтому... Все? Да. То, что они сделали, ну, это, конечно, не для своего комьюнити, для своего этого. Они делают помощь. Может, у кого-то нет денег на хоккейную форму. Да, там именно такая стоит за этим логика. Там не стоит логика, что, типа, стоят чуваки злые в хоккей, такие, мы там не берем там черных. Нет, они... Это затраты большие. Да, они рассуждают, что вот, типа, их меньше, потому что, вот, может быть, там, не хватает. А, ну, реально, чтобы пойти играть в хоккей, надо много чего. Конечно, в этом и состоит логика. Они говорят, что, типа, был меньше доступ, поэтому их меньше, а не потому, что они там менее талантливые. Может, кто-то сказал там что-то про расизм, но это просто, чтобы приличным они, я думаю. Экипировка. Вот мне во всех видах спорта, в которых я более-менее увлекаюсь, мне всегда интересует экипировка. Сколько у тебя боксерских перчаток пар? Шесть или семь пар. А сколько они весит в неделю? Сколько они весит у тебя? А, шесть. Шестнадцать, есть шестнадцать, есть четырнадцать. Какие ты тренируешься? В шестнадцати? В шестнадцати и десять. Ну, я просто взял их, опять же, у меня никогда не было хороших перчаток. Чувствуешь разницу, да? Ты чувствуешь разницу? Да, безусловно, да. То есть десятки маленькие. Мне подарил Гена двое перчаток, одни после боя, я вообще охерел. Геннадий Головкин, ты еще из его мерча, да? Да, это вот он тоже подарил. И десятки, они просто как, ну, по факту вообще как... Как и UFC-шные, типа такие? Ну, практически, да. Я впервые десятки увидел профессиональные, и там просто, он показал свои после боя с Деревянченко, и там, ну, не было ничего. То есть ударить кулаком будет мягче, чем этими... Ну, то есть там невозможно. То есть поэтому в шестнадцать, естественно, тренируюсь. Но суть не в этом. В хоккее гигантское количество, ну, то есть... Экипировки. Вот эта сумка, я когда приходил на благотворительный матч, который Артемий Панарин организовал, у всех хоккеистов, блядь, вот как эта сумка. Ну, я видел, да, всегда. Вот парни в офисе, некоторые, которые играют в хоккей, они потом выезжают с этими сумками. Всегда думаю, блядь, приехали от кого-то или что. Ну, вот с ней в автобус заходить, это пол салона отсутствует просто. Поэтому это гигантские затраты. Опять же, вот если рассматривать как с детства, то есть это... На самом деле эти затраты только на детей, потому что дети растут, и нужно форму менять. Я не менял свою форму. Она потная, я не стирал ее. Подожди, подожди, ее стирают, подшивают, то есть чтобы она не рвалась. Все нормально делают там ребята. Не менял свою форму лет шесть. То есть меняются вот трусы, которые видно, из-за того, что они рвутся, и их нужно менять. Сверху, которые? Меняются перчатки, очень часто. А внутрь, ну ладно. Во внутренних вратарей. Во внутренних одних тоже их подшивают. Да. Есть специальные люди, которые следят за... Как сервис, да? Типа за форму. Хотя сейчас я сказал и понял, что у нас часто форма. Это у меня всегда... Танки, перчатки, шлем и трусы. Постоянно меняются. Меня всегда умиляют. Я живу рядом, видимо, с какой-то хоккейной... Лигой. ЦСКА называется. Площадкой. И там я часто вижу, как родители вместе с этими сумками, их маленький ребенок, и меня всегда это так умиляет, что вот они несут эту сумку, чтобы ребенок играл. Я сталкивался, когда в детстве занимался боксом, когда... Ну, там не такая большая сумка, но большая. Особенно, когда ты там второй, третий класс, идешь с большой сумкой, мне все во дворе говорили, типа, о, ну типа, молодец. Типа, и это всегда подпитывало. Ну, знаешь, как бы... Конечно. Типа тебя заметили. Да, одобрение. В детстве получал ли ты, то есть, условно, не от родителей, там, а просто то, что ты занимаешься в хоккее, в школе? Был ли такой момент, что типа, вот, Миша у нас... Или учился ли ты, во-первых, хорошо в школе? Да. Да. Ну, и у нас еще школа была МЧС. То есть, у нас мы ходили в форме, у нас были построения с утра, я был старостой класса. Но я не таким был старостой, который, типа, мудак, знаешь. А Максим не пришел. Да, типа, не, наоборот, я был, ну, адекватный. Вот в этом перстне, бля, старостой. Староста класса! Это же перстень старосты, на самом деле. В Америке, в Америке, да. Вот, и да, постоянно выделяли то, что, типа, хоккеист, вот съездил на турнир, выиграл, молодец, там, ну, такое было и было очень приятно. Секунду. Там загружается просто. Я тебя сфоткаю. Ага. Мне интересно, ты все фотографии? Не спрашивай. Окей. То есть, ну, мне кажется, ты вот боксом занимался, ты же так сейчас и говоришь то, что... Ну, да, да, я имею в виду, все равно, может быть, не знаю, бля, командный вид спорта как-то отличается. Ну, вот эта сумка, я охерял. Особенно, когда их много в этой раздевалке. Они воняют себя. Скажи. Да. Но в целом это спальный мешок. Вот в ней можно поспать в лесу. Ну, а ты прикинь, как дети, которые занимаются там, например, на картинге. То есть, там не сумку просто носят родители. Но они не носят с собой. Ты думаешь, они машину с собой... А это просто на самом деле, ты приобретаешь машину, ее нужно вывозить, и там, где вы катаетесь, это вы не катаетесь, вот, типа, приехал, там твоя машинка стоит. Нет, она в специальном гараже, ее вывозят на выходные. Да, ребята, которые... Туда приезжаете, там вы катаетесь. Это дорогой вид спорта. Да, родители с тобой уезжают на выходные, они просто уезжают туда. Ты покатался, все, в понедельник в школу пошел, все. Получается, это подготовка к Формуле-1, да? Нет, любой автоспорт. Ну, с картинга они начинают и вверх. Любой автоспорт. Весь автоспорт с картинга начинается, даже там внедорожники, там все, ты начинаешь с того, что ты учишься ездить на картинге. Я вот, кстати, обратил внимание, все, кто занимается автоспортом, они все из очень обеспеченных семей. В смысле, да. То есть, гольф, автоспорт, яхтинг. Ну, гольф? Гольф, нет? Ну, он не такой, как кажется, что он такой дорогой вид спорта, мне кажется, он... Ну, люди просто думают, что гольф... Он в России дорогой, потому что в России гольф-полей почти нет. Ну, тебе, чтобы тренировать удар, нужно встать на рейндж, это, ну... Рейдж-ровер. Да. С него бить. Только богатые могут себе позволить. Потому что... Ждем урлан рейдж-ровером, поэтому... Лонг. Лонг. Кстати, было бы неплохо. Так и что? Ну, вот стать на раньше, побить с разных клюшек стоит, по-моему, в московском гольф-клубе 3000, может чуть меньше. Снять хоккейную площадку 10-15. Полностью. Ну, пойти на подкаку, на подкаку. На какую-то хоккейную подкаку. Ну, это у них какой-то свой. Это у нас хоккей подкаку есть такая. Термик. Пойти на подкаку, 2,5 тысячи, по-моему, тренеру, полторы тысячи тренеру. Плюс залет ты платишь. Ну, гольф, это же еще такой, как бы, закрытый клуб. В России так считается, да. Да? Да, ну, в России, да. Потому что здесь вот гольф полей очень мало. Вообще вот я... В Штатах, везде. Вот это вот, мне кажется, самая скучная вещь, которая вообще возьмут. Это из фильмов. Гольф? Гольф, это что-то из фильмов. Ну, да. Да, для меня тоже было. А мне еще говорят, что до гольфа надо дорасти. Ну, спасибо, я останусь при своем росте. Метр восемьдесят семь, мне хватает. Да. Не, я хочу попробовать. Знаешь, почему... Ну, конечно, ты хочешь попробовать, нормально. Гольф, круто. Гольф, рейнджер. Что? Меня вдохновила Джордан. То есть он занимался баскетболом и ехал играть в гольф. Разгрузка психологическая. Да, да, да. То есть в этом плане мне интересно было. Что он сигару на куре? Тонкости. То есть мы видим, грубо говоря, поверхность, стереотип с башлями, со всеми этими жировыми ребятами. А по большому счету сама суть гольфа явно интересная. Так, ты, говорят же, на него это влияло на самом деле сильно. Конечно. Нет, в плохом смысле. В плохом смысле. В каком? Ну, вот как... Ну, потому что он на деньги играл. Конечно, очень такой спортивный подкаст. Ну, как, по-моему, Гаррет Бейл тоже очень любит играть в гольф. И за счет того, что он очень увлечен... Короче, какие-то... Ты забываешь об основном, да? Не забываешь психологически, но чисто за счет того, что там определенная группа мышц работает там, а в футболе определенная группа мышц работает совершенно другая, ему это мешает немножко правильно реализовывать запланированное на поле. Гольф, на самом деле, как и другой, любой другой вид спорта... Как будто ты в этом перстне. Надо было тебе с самого начала такси футболит. Я его прятал, я его прятал. Гольф, пацаны. Сейчас. Это... Да. Самый прикол там, когда ты вот бьешь по мячу, и он летит красиво, и куда надо, ты ловишь такой кайф, что прям, типа, тебе очень приятно, скорее бежишь к этому мячику, чтобы еще раз по нему ударить, и когда ты в лунку загоняешь, ты просто такой прям... Знаешь, я вот в теннис играю больше. То есть большой теннис, я кайфую. Один раз попробовал. Так. Был где? В Минске? На Лорангорос. Лорангорос. В Минске на Лорангорос. Ролангорос. На Минске на Лорангорос. На Австралии Open был один раз пробовал. Да, сыграл. Так. Во-первых, энергозатратно жестко, не ожидал. Ну, понятное дело. Дальше. Материна Уильямс вряд ли просто. Так, арианна. На батончиках. И как сложно бить, ну, нормально. Нужна техника, конечно. Да, вообще. Я просто куда-то... Не, ну, когда за тут их как-нибудь один раз хорошо ударишь, и ты такой... Да, да. Класс. Еще этот звук. Да. Когда... А! Я не проявил. Нет, ты не проявил. Нет, вот этот звук ракеткой обмячит, когда сильно, аж четко. Кстати, же вы видели трейлер, как он называется, там Уилл Смит играет. Папу, Сирену и Этой Уильямс, да. Ну, опять вот, там по трейлеру сразу все понятно. Да, все понятно, да. Не смотря, что понятно. Уилл Смит прям любит такие роли. Ну, нет, Уилл Смит не играет сомнительных людей. Он всегда играет вдохновляющих людей. Сильных личностей. Сразу хороших. Да. Ну, то есть, как бы понятно, что если ты вырастил двух чемпионок такого уровня, там, ну, не все было гладко явно. Вот. А там, судя по фильму, все было гладко. Скажи, тебе нравится фильм «В погоне за счастьем»? А тебе нравится фильм «В погоне за счастьем»? Мне нравится. А тебе нравится фильм «В погоне»? Я не смотрел. Не смотрел. Тебе почему не нравится этот фильм? Просто. Нет ощущения, что он как будто, вот этот фильм полностью, цитата из паблика ВКонтакте. Нет, так и есть. Вот этот фильм можно сжать, да. Его можно сжать, да. А тебе нравится фильм, называется, 7 жизней или 8 жизней? У него же. Нет, вот это нет. Я не помню, про что там. Ну, когда там, я тоже... ну такой фильм где он там органы свои раздал потому что он не помню не помню там а тебе нравится фильм какой у него еще из вот этих вот определяет ну али было хорошо я робот я легенды я легенды легенда не но я имею ввиду это такие развлекательные тому дикий дикий запад люди в черном это все этот хитч хэнко когда все-таки узнаешь что дикий дикий запад считается типа одним из самых величайших провалов в истории кино мне нравится этот фильм вау-вау-вау-вау вот он считается одним из самых просто невероятных провал также мы можем вспомнить что он из-за этой роли отказался от роли моего в матрица кстати хотел хочу пойти может быть сегодня если успею хочу пойти в кино как это называется когда как 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 это называется по ну-ка тут когда по кино показывают старый фильм но хорошо в кино показывают старый фильм ретроспектива да это надо да что будет показывать фильм ненависть посмотрели фильм ненависть я понимаю мать его косовец до косовец правильно «Косовица». Ты не смотрел фильм «Ненависть»? В кинотеатрах вот он идет. Я вот хочу ночью сходить. 95-го года фильм. Я видел, что там заново показывают «Побег из Нью-Йорка». О, «Побег из Нью-Йорка» величайшее трэш-кино. Мне кажется, мы с Нурланом вообще не в теме. Мимо, мимо. Нет, Курт Рассел. «Побег из Лос-Анджелеса» Ненависть я понял, но не смотрел. Ненависть до сих пор. Ненависть. Вообще, потрясающее кино. В плане я не смотрел. Я не смотрел, потому что это полное говно. Я не смотрел. Просто не смотрел. Как и «Погоня из Нью-Йорка». «Побег из Лос-Анджелеса». «Там Курт Рассел». «Погоня». «Киберпанк» да, такой. Там вообще, там синтезаторы. Там 95-й год, там Курт Рассел. Там в Нью-Йорке. Синтезаторы, синтезаторы. Синтезаторы, синтезаторы. Я так впечатляю. А ты смотрел «Побег из Лос-Анджелеса», слышишь? Я вот хочу сказать. Неплохо. Неплохо. Во Владикавказе у нас на районе было кабельное ТВ. Понимаете, да, что такое кабельное ТВ на районе? Вы на районе в 90-х. Но это у чувака просто дома в виде. И он раскидал кабели, и вы типа, типа, «Сейчас мы смотрим, что пойдет». Да, и типа, там, в 18.00 начинаются три фильма подряд. Я хочу сказать, что у типа был невероятный вкус, вообще, фильмы. Сто процентов. И вот «Побег из Лос-Анджелеса» мне нравится больше даже, чем «Побег из Нью-Йорка». Но в «Побеге из Нью-Йорка» в 95-м году на минуточку самолет врезается в Манхэттен. Там, правда, социалистические террористы. И там, типа, чувак должен спасти людей, ему задание дают отправиться, там, типа, хаос, все, нужно вывести людей. Социалистические террористы — это ударить по штатам. Ну, да, там внутренние какие-то. Скажи мне, ты играешь в приставку, типа, в свободное время? В тампе играю, да. Во что? В какая? В теннис. Перед этого купил PlayStation, чтобы играть в теннис. В «Ярочках» меня тошнит в «Ярочках». У меня тошнит, вестибулярка, наверное, словно. У меня тоже тошнит. Я одеваю, иду вперед. Не сам иду, а вот в этой штуке на кнопку нажимаю, иду, и у меня просто... Я вот, кстати, 3D очки не любил. Мне так, мне так, типа... Я ни разу не пробовал. Не пробовал? Мне так, типа, говорят, смотри, клево. Ты одеваешь очки, как будто едешь на горках. Я одеваю очки, как будто едут на горках, и раз, смотри, меня уже... Ты сейчас об этом говоришь. Да, а меня уже ловят, потому что я уже вот так вот, и я там... Давайте доведем его. Нет, нет. Так, так, так. Несите «Ярочки» у нас сегодня. Рекламная интеграция. «Яррой, Юля». Ты в «Ты в теннис» играет просто, да. Ну, горе, карьер-молд я сделал. Назвал игрока Михаил Серкачев. И чё, как он уже, чё там у него? Ну, я выиграл журнал «Гарос». Он играл, обыграл «Надаля», на легком уроне. Перстень не дали, да? Ну, блин, я играю ещё в такие игры, типа «Last of Us», вот эти вот, где надо проходить, убивать, лазить, прыгать, бегать. Такие. То есть я онлайн играл в «Fortnite», понял, насколько я убогий вообще в этом, что мне не нужен джойстик. Я пытался на компьютере, я даже купил себе компьютер, чтобы... Я думал, я стану лучше на компьютере. Нет. Я, конечно, всё это забросил, и сейчас просто играю для себя. То есть там я играл в команде с Кучеровым, и Кучера в порядке, а я урод. У меня каждую игру это типа «Кучь, кучь, кучь, спаси, спаси, пожалуйста», и я там мёртвый стою на... Это «Fortnite»? Да, на корячках стою мёртвый, и Куча меня спасает. Скажите, «Fortnite» — это же... Это же... Они ориентировались на королевскую битву? Не, ну это жанр такой, королевская битва. Королевская битва, помните, вот этот японский фильм «Королевская битва». Кстати, я его тоже видел. Нет, вы не видели «Королевскую битву», как и все остальные фильмы? Так и «Голодные игры» же сделаны по королевской битве. Королевская битва — это такой был культовый японский фильм, где школьников помогут. Там, да, там идея была, что школьников высаживают на остров, они должны друг друга убивать. Все такие, какой ужас, какое насилие. Потом выходят «Голодные игры», все такие, вот совершенно новая. Сойка пересмешница. Кстати, «Голодные игры» по сравнению с «Королевской битвой» так себе. Потому что там было... Ну как японцы снимают, ну как будут друг друга убивать школьники? Жестко. Жестко. Как там? Ну явно не луком он в нее выстрелил. Там подойдет там... А «Королевская битва» — это «Повелитель мух»? «Королевская битва», да, это «Повелитель мух». Только когда люди такие подумали и говорят, а как будет на самом деле? Потому что «Повелитель мух» он же прочел, он такой типа идеализированный. Типа мы соберем людей, что они, как они... А там говорят, ну вот школьникам дали топоры, говорят, вперед. Ну что они будут делать? Ну понятно. И я так понимаю, и PUBG, PUBG, PUBG и Fortnite, это сделано по «Королевской битве». Вот у нас есть специалисты, пацаны, обращайся к специалистам. Один играет, кстати, в Fortnite, другой играет в PUBG. 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 Для меня я вообще не хочу это в свою жизнь. Смотрю, придется, Нурлан. Нет. С завтрашнего дня я тебя жду. Я просто не люблю игры. Ну типа где выходишь в интернет, там другие люди. Я люблю игры, когда вот там... Один на один. Сюжет какой-то. Можно сказать, анонист в играх. Ну вот я про это говорю, я тоже такие игры люблю. Мы с ним, вот с человеком с этим перстнем, анонисты в играх. Спасибо. Не, а я люблю играть, ну, с кем-то. Ну, условно там, FIFA подраться, вот, а одному сидеть. Короче, я просто, ну, что-то начал проходить FIFA на карантине. Проходить FIFA? Ну, в смысле, карьеру. Да. Да, я вообще не впечатлил. Вообще нет кайфа. Одно и тоже все время, правильно? Дошел до восьмого, да. Одно и тоже. То есть, понятное дело, что вот в тех играх, которые вы там перечислили, наверняка интересно. Но нет. Ну, что, ребят, тогда запизделись. Спасибо тебе огромное, Миша, что ты пришел. Или можем еще, или как. Но мы уже нормально пишем, пацаны. Сколько мы уже пишем? Я думаю, да, нормально. Да, да, да. Спасибо тебе огромное. Я тебе желаю, чтобы у тебя на всех пальцах были перстни. Чтоб ты в один момент просто вот так сидел. Но желательно чемпионский. Это вот, да. А не просто, чтобы ты с ума сошел. Купил. Такой все перстни. Потратил все деньги. Спасибо тебе огромное. Удачи в следующем сезоне. Спасибо. Это очень приятно. Хорошая традиция собираться здесь после каждого чемпиона. Да. Отлично. 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 Да, давай, удачи тебе. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.